Из автобусной остановки улица Постышева водитель Тойоты Левин протаранил внедорожник, оставленный хозяином в парковочном кармане. Молодой шофер псевдоспортивного купе исхитрился пролететь через две встречных полосы, не задев ни одной машины. Но волею случая поразил слишком дорогую мишень. Репортаж с улицы Ленина. В аварии оказался ранен 22-летний пассажир купе. Молодой человек пробил головой ветровое стекло. В больнице юноши зашили рассеченную бровь. Вел автомобиль его по годок. До столкновения приятели двигались в направлении завода до Ленергомаш. К столкновению привел инцидент, случившийся метров за 30 до места аварии. Когда Левин пересекал улицу Постышева, поперек на нее попытался свернуть встречный автомобиль. Молодой водитель уверял, что правила нарушил именно этот водитель. Начал маневр раньше времени. Ему пришлось экстренно обруливать помеху. Машина, которая стояла в кармане на поворот. Он уже начал делать маневр. Не дождавшись, как бы, соответственно, красного уже начал делать. Ну, а мне что делать? Я начал его обруливать. Я, конечно, его обрулил, довольно резко дал. Потом резко обратно было. Ну и все, мне начало заносить. Я по тормозам было, и все у меня в тундру. Удар был такой силы, что Тойоту Тундру весом 2,5 тонны сдвинуло на метр ближе к бордюру. Хозяин пикапа появился на месте крушения через минуту. Мужчина рассказал, что иномарку он оставил на парковке всего на 10 минут, чтобы сходить в банк. Видимых повреждений на массивном автомобиле не было. Однако владелец уверен, что столкновение не обошлось без последствий. Наверняка у пикапа оказалась повреждена ходовая часть. Водитель Левина прошел освидетельствование. В момент аварии он был совершенно трезв. С места происшествия Сергей Полуэктов, Александр Ефанов и Степан Симонов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова